Икона святителя Луки, воина Есенецкого, вскоре, возможно, будет отправлена на Международную космическую станцию. И на борту пилотируемого корабля облетит земной шар. Наш корреспондент Ильвира Гордеева побывала на освящении святого образа, специально написанного к этому случаю. Усыпальница бояр Романовых в Новоспасском мужском монастыре Москвы. Незадолго перед началом всеночного бдения сюда, в храм преподобного Романа Сладкопевца, был принесен для освящения образ святителя Луки. Чин освящения иконы совершил наместник обители епископ Воскресенский Савва. Освящается образ сей окроплением воды священной благодати и святаго твоего духа во имя Отца и Сына и святаго духа. Аминь. Вместе собирайтесь на молитву, чтобы Господь между нами был, нас вдохновлял, а святитель Исповедник Лука, образ которого мы с вами осветили, да будет всем нам молитвенником, ходатаем, помощником во всех наших болезнях, искушениях. А вместе с тем, пускай он по его молитвам Господь исцеляет нас больше от недугов душевных, которые являются следствием недугов и телесных. Среди участников богослужения был Вячеслав Ниниченко, полковник медицинской службы. По мнению заслуженного врача России, по промыслу Божьему, в год 140-летия со дня рождения архиепископа Симферопольского и Крымского, икона Спасителя облетит земной шар. Спасая людей, спасая душу людей, святитель Лука дал нам веру, что надо в этой жизни делать добро, несмотря на что. Любить людей, сопереживать за них и, неся свет в души, сохранять то великое, что создавала наша Русь на протяжении тысячелетия. Я думаю, сегодняшнее событие будет знаково для всей, не только нашей страны, но и тех православных людей, которые населяют наш мир. Доставка на МКС иконы Свидетеля Луки станет возможной благодаря исполнительному директору по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергею Крикалеву. В 2005 году на борту станции «Союз-6» со списком чудотворной Валаамской иконы космонавт более тысячи раз облетел вокруг Земли. Мы надеемся, что в ближайшее время, может даже уже и в апреле, икона Свидетеля Луки будет доставлена транспортным кораблем на МКС. И благодаря нашим этим технологиям он еще раз облетит все те места, где он был в ссылке. И надеемся, что его образ наверху и поможет, и будет освещать тех больных, которые нуждаются в его помощи. Икону Свидетеля Луки для путешествия в космическом пространстве выполнили в мастерской при факультете изобразительного искусства и народных ремесел Московского областного университета. Причем краски для ее написания должны были быть исключительно натуральные. Недопустимо под технологией и покрытие иконы лаком, а только олифой. Медики, как говорится, это настолько такая талантливая и широкая ценатура, талантлив во многом был в медицине, он сказал свое веское слово. И известно, что действительно он был и талантливый художник, поэтому в этом он тоже нам близок. На данный момент святыня передана в Роскосмос и направлена на экспертизу в Институт медико-биологических проблем.